честно признаюсь сегодня хотели просто отдохнуть ничего не снимать вас одними оставить вот такие мы проказники проказниками хотели быть но потом муж спрашивает что на ужин говорю тебе роллы делаю он говорит ну как раз ты роллы сделай а я со стороны буду снимать значит ему делаю роллы обычный рис коричневый рис о мы сегодня снимаем наш ужин да что у нас на ужин будет такое название коричневый рис беру что на пачке написано так и варю хорошенько мою весь уже варится для роллов еще я пошла в холодильник чтобы немножко почистить поорганизовать и там нашла очень много стыдно даже показывать овощей которые в таком безнадежном состоянии стыдно показываем ну и что вы наши нашла эту без как это слово хочу сказать бесстыжи бесстыжи баклажан нашла то есть без кожи эти баклажаны вместе покупали в корейском супермаркете на них почти этого самого доме не духа нету ничего нету но я не могу их выбросить извиняюсь уж деньги заплатили с ними еще можно что-нибудь приготовить это тоже вместе где-то покупали в прошлом году не помню перец у меня есть эти перцы тоже уже сами себе в сухари превращались в холодильнике невинная морковка у меня есть у эти кабачки не не помню когда я их покупала выбрасывать жалко можно просто кожицу снять а это вчера фреш покупали вместе farmer's market не хочу чтоб постарела поэтому использую есть у меня и помидоры безнадежном состоянии тоже эти очень вкусные были из фермерского маркета эти из армянского маркета тоже вкусные но уже как будто не свежие что же я хочу сделать все это соберу в моей белой кастрюльки сырку которой я внизу поставлю посолю поперчу немножко авокадо масла добавлю что-нибудь сварится будет очень вкусно еще что хочу приготовить и у меня шпинат тоже есть не в плохом состоянии шпинат очень даже хорошем состоянии промыла разобрала что там с шпинатом не знаю что сделать но по ходу думаю что нибудь придумаю это пусть пока ждет не хочу чтоб испортилась поэтому вынула чтобы не забыть про шпинат пока все по ходу еще посмотрю что можно из холодильника найти что нибудь приготовить и избавиться от от невинных овощей значит так берем нашу кастрюлю сначала сюда положу помидоры потом можно кожицу убрать да из помидор когда уже будете кушать на дно положу чистые помидоры к ней не волнуйтесь чеснок забыла чеснок тоже принесу потом разрежу баклажаны эти баклажаны кожицы с кожей добавляю потому что они не не горькие так и положу быстро они варятся поэтому так крупно режу не хочу чтоб пюре привела превратились но если даже в конце превратиться все в пюре да кладу в процессор кручу несколько кругов и получается такая интересная смазка или как икра но не икра но очень вкусно получается между слоями можно посолить поперчить все равномерно посолилась и поперчилась это у меня соль немножко чили добавлю пусть будет полезная полезная специи или полезной специй не знаю а вот сейчас будет звонок к другу специи или специи давайте немножко о зелень у меня тоже свежая зелень сверху добавлю свежая уже тоже стареет сушится что то есть у нас еще очень хотела честно говорить почистить холодильник организовать и от этого пришла идея это у меня укроп пусть пока остается о да здесь у меня еще из старых времен остался или осталась цветная капуста и капусту цветную туда положу все что найдете в холодильнике из овощей можете собрать в одной кастрюле и сварить кажется костюлю маленькую взяла ничего это я кабачки чищу оказывается все знали для чего эту терку используют а я не знала потому что я корейский салат в жизни не готовила вот призналась я это очень это не модная и в жизни не модная модную одежду не одеваю и то что модно готовить уже давно перестала готовить мне почему-то казалось что корейское это корейский салат очень модный салат и все знали про это это я морковки добавляю а еще я знала это у меня есть захватит там позади на горизонте гнилой помидор есть захватить захватил видите я не шутила как-то говорила гнилой но гнилых помидоров не надо недооценивать сверху тоже положу это перчик положила что еще еще один перчик пусть пойдет думаю очень слишком много будет если эти добавлю этим можно поджарить чуточку этот перчик поджарю с этими потом уже салат я тоже положил просто краешки подрежу чтобы очень острый не был . не любит острый что еще до этого гнилого гнилую часть естественно удаляем и можно было бы помидор положить в кипяток потом убрать кожицу но мы сегодня не нянчимся быстрый ужин делаем готовим то есть и лучик сверху потом соль, перец, свежую зелень добавлю сверху у меня петрушка тоже есть люби забыла положить положу сверху положу немножко сюда положу остальное может быть в томатном соусе что-нибудь приготовлю на канале уже готовила и салат готовила из фасоли очень вкусный кстати можно ссылку на салат из красной фасоли в ссылках поставлю очень вкусный салат мы очень любим я и дочка старшая всегда спрашивать а что младшая кушает то младшие младшие дети старший сын единственный муж у них такой вкусовой вкусовой безвкусица они кушают простые даже не традиционные кушания кушает она очень любит семечки любит фрукты любит ягоды хлебушек любит с сливочным маслом она может целый кусок сливочного масла одна съесть пиццу любит макароны есть рис есть она роллы будет кушать роллы любит что еще а там горизонте чеснок есть да передано носом зубчик или несколько зубчиков и миш тоже можно положить почему бы и нет а потом войну чеснок надо было купить забыли почти доходим с этим блюдом потом полстакана кипяток и положу на на огонь на плиту крышкой закрою и пусть на мелком огне варится париться и превращается в блюдо ай лазан о картофель тоже добавляют в ай лазан это просто ай лазан импровизация фасоль можно так поломать или ножом порезать такая грубая фасоль режу и понимаю сущность сущность фасоли я иногда с продуктами как с человеком обращаюсь так получается значит так соль перец по ходу уже когда уже варится да можно на соль проверить на вкус полью маслом авокадо можете сливочное масло положить если так предпочитаете и кипяток это уже не кипяток а не знаю шток немножко чтобы начал вариться а зелень зелень тоже положу если был бы у меня базилик свежий положила бы но нету есть укроп и укроп кладу что есть то и кладете сейчас петрушку тоже принесу никак себе не прощу забыла крест салат в холодильнике и все пожил тело не сели вот так что петрушка тоже почти уходит из жизни сюда это тоже туда окей лишнюю воду выжимаем руками рвем вот так вот можете и ножом рвать или резать и сейчас закрою крышку и на мелком огне где-то 30 минут будет вариться сюда положу окей сюда положу как скажете это сюда что еще рис уже готов и рис лучше если немножко остудится не лучше а надо чтобы немножко остудилась пусть это ждет а с шпинатом что же сделать с шпинатом думаю мой классик version сделаю просто положу немножко чеснок шпинат соль перец потом лимонным соком это самый простой шпинатный рецепт сюда положу потом оливковая маска потом в конце добавляю и не помню зачем пошла туда бывает да идешь куда-то в каком-то направлении в какую-то комнату зачем-то забываешь о чем пришла идешь обратно такое тоже бывает особенно в эти дни в наши времена такое очень часто бывает шпинат знаете может показаться о как много шпината у меня поместится не поместится а немножко славится и там уже только дух остается от шпината увидела что там тарелки не поставила но ничего сейчас соль перец зубчик чеснока можно чеснок вообще потом добавлять и на огонь на мелком огне сразу ослабеет уже можно замешивать чеснок как будто как будто не чеснок такие маленькие штучки остались очень трудно работать с ними здесь мне надо убраться немножко да это думали хорошо поймала про что вы думаете пока это будет вариться я все почищу него не беспокойтесь сама не люблю когда под рукой не чисто не могу работать просто я сейчас не работаю я просто сейчас дома отдыхаю уже готовлю вместе с вами два зубчика хватит это тоже на огонь ничего от воды не добавляя потому что уже вода после того как промыла чеснок не чеснок шпинат хватит чтобы образовалась немножко жидкость чтоб сварилась и крышка понадобится последний ингредиент крышка это я к шпинату прибежала должно быть готово шпинат за две-три минуты уже готов видите совсем ослабевший утомленный шпинат утомленный шпинат и воды не добавила но смотрите сколько там воды можно даже эту воду удалить можно это готово просто выключу просто вот так размешиваю чтобы соль, перец, гарлик размешались это пусть ждет нет нет заливаю немножко оливковым маслом чуточку а потом с лимоном буду подавать сама себе потом я подаю свои блюда дочка не любит шпинат только я люблю шпинат короче говоря дочка старшая дочка она веган но да любит овощи но есть такие важные овощи зелень что она терпеть не может терпеть не может шпинат баклажаны грибы никак не пойму как можно ненавидеть баклажаны или грибы но есть такие люди значит это готово это тоже готово почти то есть остужается наш рис а вот этим надо же заняться вообще ни слуху ни духу очень огонь очень мелкий был у нас моя вина можно замешивать чуточку а нам не помню я это маслом залила авокадо вот так залила или полила у сюда надо было специи я сегодня кажется не очень хорошо это самое чувствую еду то есть как я могла в это блюдо не положить карри куркуму еще все что под рукой попало как я могла не положить зиру добавлю немножко где это куркуму тоже добавлю о карри и кориандр я я очень люблю возиться со специями они очень хорошие специи дают я их не стесняюсь кончиком ложки беру и сыплю это куркума от цветной капусты узнала что куркуму не добавляла очень полезные специи обязательно добавляйте что еще зиру тоже чуточку зиру добавлю пусть будет кориандр семена кинзы то есть упс сразу в одно место ничего и карри очень вкусно с этими овощами немножко один кончик ложки добавила сейчас еще раз размешаю и дам свариться еще немножко это вообще не готово но обязательно такое блюдо надо начинать варить с мелкого с мелкого огня чтобы сок образовался хороший и чтобы он стал вариться в своем соку поэтому сейчас закрою там уже у нас бульон как бы образовался овощной пусть варится пойти доходим сейчас порежу немножко огурцов роллы делаю с огурцами и с авокадо очень такие скучные роллы сегодня у него будут но ничего обычно делаю скраб мид салмон лосось как-нибудь сделаю отдельное видео для роллов и с полпой приготовлю и с рисом тоже приготовлю это просто такие дежурные роллы делают для него честно говоря в прошлый раз когда заказали суши да в конце помню когда уже наелись поняли что невкусные были ведь роллы в этот раз в этом ресторане самые вкусные суши где мы в очень многих местах пробовали у них очень вкусно и когда к ним заходишь они прямо улыбаются на японском тебя приветствуют все как будто вместе очень такая обстановка веселая хорошая добродушная в этом ресторане поэтому еда вкусная в этот раз все шефы такие грустные с закрытым лицом ни у кого настроения нету не было и не будет пока надеемся что все образуется но поэтому суши ты всегда передаешь свои эти самые не знаю как сказать свои биотоки свою любовь свою эмоции на еде когда ты готовишь если у тебя все как будто на лоу на низком уровне да внутри плохо наверное объясняю ну как получается это все уже чувствуется у тебя и в еде и во всем сегодня я забывчивая все забываю сегодня тоже не хотели ничего снимать но вы наши вы все понимаете вы если я забывчивая вы тоже со мной забывчивая вот так вас заговорила сейчас пока вы думаете что это она говорила про что это я принесу огурцы порежу приготовлю чтобы роллы сделать кстати про чайник вспомнилась я всегда туда-сюда вспоминаю про чайник ссылку просили чтобы поставила не можем найти этого чайника в интернете не можем фирмы фирмы вот такая где это сейчас поверну вы посмотрите сами хотите ищите но мы не смогли найти чтобы ссылку поставить для вас заснял увидели и под каждым видео видео уже решила буду ставить ссылки и на эту белую кастрюлю и на электрический гридл на котором делаю лаваш панкейки бургеры электрический гридл длинный и на электрическую сковородку мою любимую тоже поставлю ссылку и на ножи и на мерные ложки арам вспомнил он всегда говорит ты когда лист чертаешь это поставлю это поставлю потом мне напоминает а я не помню надо написать пожалуйста напишите где-то вот так вот арам дянь это готово больше никакой бульон нам не понадобится ну если любите можете хлебом туда макнуть будет супчик и посыпаю посыпаю семенами конопли очень рекомендую особенно если вы на растительном питании это эти семена ваши самые лучшие друзья хотя уже наверное говорила это не то что вы думаете то есть от этого вам хорошо не становится от этого вам очень полезно становится ссылка арам please это я по-русски говорю ему please пожалуйста поставь в ссылках есть это в амазоне обязательно берите хотя бы чайную ложку в день это вам на очень долго сколько здесь граммов 200 220 с чем-то граммов уже не важно можете поменьше взять не знаю даже так как сколько стоит и в каком размере продают но там и омега есть и то что вам надо что вы не берете от животных так говорят они уже не решили вы на растительном вы хотите быть здоровым не хотите болеть хотите жить хотя бы если не долго жить свободно жить так вот непосредственно в общем вам эти семинары понадобятся чтобы быть самим собой в общем это так уже сказала что сказала дочка по-моему использует одну столовую ложку но я столько не использую тёточку и вкус такой можно сказать не мешающий вкус как сказать плевинный вкус да не помешает иди сейчас вот он жевачку кушает это готово это тоже нужно хорошенько помешать еще разок уже аромат и зиру чувствую и все что туда положила вместе все все чувствую теперь нормальный аромат пошел еще разок замешаю и дам довариться кстати очень люблю я люблю когда все vegetables овощи имеют немножко хруст да не люблю когда слишком долго варю и они как бы превращаются в пюре перевариваются вот так я не люблю соль овощи должны хрустеть если они хрустящие по натуре надо попробовать бульон сок на соль как хорошо посолила первый раз в жизни вкусно как упс рис тоже готов грецкие орехи в шутках поставлю нет для дочки я их замачиваю мы тоже если едим их надо обязательно замачивать так они их полезность как бы выявляется говорят в овощах и в семенах есть лактины то есть скажем звери или не только звери животные у каждого есть что-то чтобы защитить для себя то есть скажем у ёжиков эти самые некоторые животные у них это есть овощи и семена имеют лактины которые как бы защищают их чтобы их не ели вот так вот поэтому из них надо удалять эти лактины если правильно объясняю их надо замочить чтобы они как бы активизировались не знаю так и лобби фасоль надо намочить соевые бабы но или бабовые не знаю в общем сои тоже нужно замочить орехи в этом плане тоже нуждаются в замочении хотя бы пять шесть семь часов или можно даже час час ну их надо замочить я это читала слышала что читала что слышала вам передаю миндаль тоже надо даже эти овощи фрукты или эти бобовые не хотят чтобы есть такие неполезности слышала про семена помидор оказывается помидоры чем дольше варишь они тем полезнее то есть тем лучше уничтожаешь их семена лактины у них в семенах я не знала я думала они невинные но я все равно как они есть я люблю свежие помидоры кто что хочет пусть скажет не послушай но это смол наверное спрашивали что дети будут кушать детям быстро пиццу приготовлю ваши дети только пиццу кушают да да и правда еще макароны они кушают рис кушают гречку кушают очень много фруктов и овощей ягоды кушают ну и конечно сейчас с гордостью хочу представить табуле тоже кушают дорогие друзья хотя бы что-то другое да табуле для них приготовила очень любят все дети кроме старшего сына и единственного мужа будет у нас табуле и маленькие пиццы заготовлю потом уже духовку разогрела ну и пицца кушают ромен сак умбайт ромен пицца окей только роллы хочет значит две пиццы хватит или ты тоже не кушаешь у тебя тебе спать хочется ты не голодный но если он роллы ест только роллы правильно правильно помню это морозильник хлеб в морозильнике хранил на этом испеку аром чан ссылку на этого тоже поставь пицца с дырочками очень хорошая штука ну очень хорошая штука для пиццы пицца камень тоже но не всегда хочешь час вперед камни камушек для пиццы разогреть это для быстрого варианта пиццы чтобы так с дырочками а когда делаю уже пиццу нормальной нормальное тесто на закваске обещаю сделаю пиццу на закваске на днях сделаю не получается даже хлеб не испекла в этой неделе в этой неделе она сюда не заглянет потому что человек с камерой стоит не хочет сниматься мы ее любим кстати кто-то сомневался дочку младшую не любите для нее ничего не покупайте про нее не разговаривайте ее не снимаете ее не целуете кстати она наша самая балованная помнишь Люсин она слышит сейчас единственная из наших детей которая делала что хотела с раннего возраста до сих пор не хочет сниматься не снимаем иногда потихоньку снимаем она это самая подросток у них бывает такое такой период в жизни что они хотят просто перед камерой перед камерой показываться вот так у нее сейчас окей сейчас Арам Чжан он такой голодный говорит да мне что-нибудь прогнотить я говорю а ты знаешь что голодать это полезнее чем кушать ну действительно ну действительно ведь вам легче и свободнее на желудке когда вы не так уж наелись доелись такие тяжелые уже больше ничего вас не интересует в этой жизни а когда немножко голодный все время что-то хочется в жизни интерес другой так что голодайте друзья голодайте ну и очищайте организм не надо все время кушать просить жены чтобы она что-нибудь дала вам поесть имейте совесть наконец-то он не такой честно он наверное подарок как мужчина как жених хотела сказать муж муж он никогда в жизни из-за еды меня не попьет я так хочу чтобы вы смеялись веселились чтобы вам было легко и свободно на душе но действительно он хороший сохраняем бережем может остаться часами голодный потом я в глаза посмотрю он такой грустный прямо по глазам друг у тебя добрые глаза но вижу что голодный говорю да вот так вот я понимаю без слов он так молчаливо грустит когда голоден терпи дорогой терпи скоро еда будет и весь день ты ничего не кушал хочешь сказать он жаловался вы не слышали говорит я весь день сегодня только два куска вафли ела детям завтрак готовила в час дня я говорю во первых не два куска четыре или пять кусков я не считаю но я видела просто факты говорила и потом ты фрукты кушал овощи кушал что еще только что хлебушек кусок хлебушка дала говорю так и быть шоколад ушел значит очень хорошо наелся все арам кофе тебе дала конфету дала утром финики дала три финика дала два кофе дала два стакана он очень даже не грустный кавказский мужчина без мяса без шашлыка конечно голодает вы его совсем измучили нашего оператора без мяса оставили бедного слишком поздно уже оставила кстати эту пачку смотрите в ссылках не оставлю очень хорошее качество нори нори как водоросли беру ставлю еще несколько возьму и что же надо делать мне перчатки это кстати вместе по моему покупали в корейском там кундютные семена там что-то корейское вкусы очень хорошо сочетаются с суши с роллами мне надо руки намечить семена кунжута чуть не забыла белый кунжут или тостед и черный кунжут тоже всегда использую суши готовы готовы вы готовы вы готовы да готовы мы уже час как готовы беру вот так наш рис и надо обязательно добавить знаете у суши у эти нори две стороны один шайни то есть сияющий и а другой с этими не знаю с буртиками так скажу да готовлю что-нибудь индийское блюдо что готовила что-то масала что-то готовила индийское и слово сказала пожалуйста помните что я не не из индии в общем строго не судите забастовки не устраивайте под этим видео под этим видео но забастовки были масала так не готовят это так не кто как хочет готовить чуточку этого добавлю как это этого не знаю что запах ужасный но суши вкусно и беру вот так кручу верчу закрутилась да крутилась вот так еще раз можно как бы сейчас принесу так так сюда твои уже порежу потом уже для детей другое готовлю для люсин и нужно чтобы нож ваш был очень такой сильный то есть острый и нехорошо это самое скрипило ничего нужно обидеться японти тоже нехорошо нехорошо закрутила ничего наверное волновалась пусть будет так пиццу пиццу уже в духовку отнесла продолжаем а у тебя три роллы хватит да три роллы и берем продолжаем быстро быстро которые любят когда вы их кушаете прямо на месте порезали и надо кушать сейчас пицца через пять минут уже готова все готовы все готовы ты теперь салит салит пицца на пицца ты как ты вы 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 что ты вы вот вы Говорит, я очень хочу свой салат. Говорю, а ты на папу посмотри, он с утра только шесть кусков. Это тоже сверху полью, пусть будет так, что будет, пусть будет. Это с варунгом. Он любит с авокадо и кукомбер. Немножко огурец, авокадо. Точка только с этим самым любит огурцом. Надо хорошенько закрепить. Но это рис не для суши. Но я думаю, это никому не интересно. Если мы хотим сделать суши из такого риса, можем и сделать. Сверху я эти тоже посыпала. Я не знаю, что. Фиш флейкс, по-моему, с вкусом рыбы. Рыбы нету, а вкус есть. Арка, хампери, hold on. Какие невоспитанные мальчики. Четыре детей. Еще ложку брата дали. Роллы оператора готовы. О, пиццу. Чуть не забыла. Дети уже привыкли. Они любят загарившую пиццу. Шучу. Не любят. Как раз терпеть не могут. Это так поставлю, чтобы красиво смотрелось. Здесь эти самые поставлю. Соусы. Пусть пока ждет. И за пиццей бегу. Роллы для дочки. То есть она только... Люсми, а ты, Сузон? Да, нет. Айо? Один рот ушит она. Она у нас матчапик. Джеймовочка. Кушает как дюймовочка. Совсем как мама кушает. И сразу все, готово у нас все. Сейчас детей позову. Старший сын сегодня к другу поехал. Останется там ночевать нашим крестным. Лильдугат сейчас удалю. Дочка не ест наша старшая. Она себе какой-то салат приготовила. Поварить, кушать не хочет. Только мы и наше младшее поколение. Маленькие сыновья и младшая дочка. Арам, это хочешь? О, уже положи. Никому не говорите. Туда-сюда. Не говорите. Он кушает суши с барбекю соусом. Вот он такой юник. Уникальный он у нас. Очень вкусный суши. Очень вкусный суши. Это порежу. Так и порежу. Салат и пицца для детей. Хватит. Это готово. И если у вас нету этих самых, не знаю, как называется, забыла, говорили. Можете платье взять. Это сюда, это сюда. Арам, давай фото сделай потом. Или потерпите. Салат и пицца для детей. Салат и пицца для детей. Салат и пицца? Пицца. Пицца first? Он спать хочет. Кажется, я рано проснулся. Окей, Арабжан, ты тоже садись. Давайте с друзьями попрощаюсь. Рецепт в этом формате уже, знаете, не ставлю. Главное, чтобы идею какую-нибудь, хотя бы немножко полезную вам передать. Если передала, то я буду очень такой счастливой. Если не передала, может, в следующий раз передам. Язык уже не поворачивается. Столько разговаривала. Всем огромное спасибо, что вы всегда с нами рядом. Когда выходим в эфир, вы всегда уже там стоите, ждете. За это благодарю. Это ваша большая поддержка нам, нашему каналу, нашей семье. Будьте здоровы, берегите себя. И огромное спасибо. Всегда. Forever. Всегда. Навсегда, то есть. За вашу доброжелательность, за ваши хорошие добрые слова, за благословление, за все благодарим. Мы всех вас любим, уважаем, ценим и дорожим. Вот так вот все сказала. Увидимся. Спасибо. Да, это бомбардов. Да. Это бомбардов. И это целый домик. Это бомбардов. Супер его, чем он. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok